Идем за неделю, даже меньше, чем за неделю до конкурса, до начала уже, когда вот так вот все, и так у тебя миллион дел, нам говорят, нет, будет конкурс таланта. Но опять же, я не певица, поэтому, ну, просто взять и так спеть, для меня было сложно. И поэтому я рассказала стих на украинском языке, который я написала, который я своей дочери читаю перед сном, как колыбельную тоже, но это стих. Вот, я его рассказывала. Ну, основно поете где дома? Ну, да. До дочери? Да, в основном, да. То есть, стать певицей не думали, да, пока что? Нет, ну, вот, у меня мама, она учительница музыки, давно в музыке всю свою жизнь, и мы с детства, в принципе, там и пели, и там и хор какой-то, да, или что-то еще, но нет, это не совсем мое. То есть, караоке, да, там, я могу что-то спеть, мне нравится, но так нет. В общем, много вещей с собой упрали на конкурсы? Ой, да, не спрашивайте. Отдельно самолет? Это вообще отдельная тема. Много, честно говоря, столько планировалось и как-то собиралось, но в итоге, буквально за пару дней до моего отлета написали, что в ЮАР 14 градусов тепла, 4 утром. Те все платья, которые я готовила летние, да, ну, там, многолетние, и ты понимаешь, что непонятно, как будет, либо будет тепло, либо будет холодно, и нужно продумать еще и на холод, поэтому, да, получилось, честно говоря, так, два чемодана на все случаи жизни. Не все использовала, скажу сразу, но был запас. Еще вопрос от читателей Александры. Какое, по Ваше мнение, главное отличие конкурса Миссис Селены от Мисс Селены, кроме очевидных вещей замужества? Ну, на Миссис... Ну, вы видите эту разницу? Конечно, да. На Миссис оценивается внешность все равно. Там не особо, опять же, возможно, смотрят как-то под каким-то углом, но, как и таковых требований нет, да, там, чтобы быть социально активной, там, или как-то вот все-таки главные параметры, да, рост, параметры, внешность. А в Миссис больше важен вот человек, да, вот эта совокупность всего, насколько ты в социуме себя проявляешь, насколько ты реализовываешь себя как личность и в семье, и в социуме, и вообще, да, насколько ты уверенная в себе и гармоничная, наверное, вот так вот, гармоничная в своей жизни. Еще есть вопросы от Натали. На Вашу думку, или чего яснуют конкурсы красы? Какая главная цель этих конкурсов? Наверное, все-таки каждый конкурс по-разному, нельзя судить о всех, но я бы хотела сказать, как бы для меня бы это хотелось, да, чтобы это было. Я бы хотела, чтобы конкурсы красоты, мне, кстати, недавно задавали тот же вопрос на интервью, не думаете ли Вы, что конкурсы красоты, наоборот, как-то женщину делают, как просто статуэтку, да, и она... Как купол, да. Ну, то есть, да. Вообще нет. Мы, когда я участвую в этом конкурсе, да, я выхожу на все-таки на мировой какой-то уровень, да, я выхожу на мир, и я могу сказать то, что я хочу сказать, только не трем человекам, да, а вот там тысячи человек, и они могут меня услышать. Они могут услышать мое мнение по поводу, да, вот как помочь женщинам стать более красивее, как стать уверенней, как не допустить домашнего насилия, потому что моя речь, да, и вообще мое видение, что нужно не решать саму проблему уже, вот у нас состоялось, и вот все, и мы там копошимся в этих проблемах. Нужно не дать допускать этого. А это в каждом из нас. Если каждая девушка, каждая женщина решит для себя, что она достойная, что она классная, что она может, что она, ну, она в этот мир пришла дарить любовь и вообще наслаждаться этой жизнью, да, реализовывать себя, тогда этот мир станет лучше, если каждая решит это сделать. Но почему-то много считает, что все в жизни тяжело, что я не могу, я не такая, я плохая, ну, да, вот эти стереотипы, социум, либо просто я могу быть мамой только-только женой. Опять же, кто-то реализовывается в этом на 100%, я не говорю за всех, но большинство, нет, большинство не реализовывается там, они только думают, что они это делают. И я хочу помочь женщинам стать действительно вот такими, да, настоящими, услышать себя в первую очередь, свое внутреннее состояние и реализовать себя, стать счастливой, как бы это банально там не звучало, да. И поэтому для меня этот конкурс – это возможность донести еще большим женщинам, что, во-первых, ты можешь все, чего ты захочешь. Если у тебя есть мечта, даже не нужно обязательно знать, как она реализовывается, да, там по пунктикам. Если ты чего-то хочешь, и ты уверена, что ты это получишь, ты знаешь, что ты достойна этого. Ты просто такая вот вера, да, оно происходит. Это происходит такими определенными путями, которые ты даже представить себе не могла. И вот я хочу каждой показать, что каждый из нас может. Пусть говорят, что нет возможности, как-то, да, плохо сейчас. Возможности всегда, главное – желание. Когда есть желание, найдется возможность. Как бы ни было сейчас тяжело. Еще есть вопрос. Как вы относитесь к пластической хирургии? Себе что-то готовы поменять? Нет, не готовы. Опять же, я не скажу, что я плохо отношусь, потому что есть такие девушки, которые, опять же, с двух сторон можно подойти. Есть некоторые, которые переделывают все в себе, потому что они настолько в себе не уверены, что они пытаются вот этим постоянным переделыванием себя заполнить эту внутреннюю какую-то пустоту, да, что вот я сделаю свою внешность на 100%, как мне кажется, идеальной, и я стану как бы уверенной в себе. Ну, это не работает. А есть такие, которые, у них все хорошо, у них все классно, но они считают, что вот с этим, именно с чем-то, да, делать что-то, им будет еще лучше. И это дело не потому, что, не знаю, там, вот это обязательное условие этого счастья, да, или реализации. Это как дополнение, как доп какая-то функция. Почему бы и нет? Но в себе как бы я не готова. Возможно, когда-то, не знаю, возможно, мне это придет. Я никогда не говорю, что вот никогда и только так. Мы меняемся, мы растем, мы развиваемся, какие-то жизненные ситуации дают нам другие совершенно, да, шансы, и мы по-другому становимся другими личностями и смотрим по-другому на мир. Поэтому, возможно, когда-то я что-то сделаю, возможно, и нет. То есть мы все-таки возникали, да, уже в будущем, может быть, да? Ну, не то, что в операции, я говорю, я не за то, чтобы себя переделывать, потому что тогда мы теряем свою индивидуальность, когда мы, да, все одинаковые носы, носы всех одинаковые, грудь и все остальное, да. Тогда, ну, ты просто теряешься, сливаешься со всей толпой, которая это делает. Но если что-то чуть-чуть улучшить как-то, да, возможно, не знаю, там, процедуры какие-то, да, для, это не все пластическое, да, но все же. Это где-то такая грань между ними тонкая. Возможно, там, когда уже морщины сильные, появляются какие-то подтяжки. Возможно, опять же, я не отрицаю это, но и пока, ну, еще не сталкиваюсь лично. Вопрос, что необходимо делать, чтобы оставаться красивой. По пункту можете? Для девушек рассказать. Самое первое, опять же, это скорее внутреннее, опять же, и внешнее, это много сегодня повторяю, но для меня это мой такой девиз. Ухаживать за собой, высыпаться. У меня, честно говоря, последние два года это плохо получается с маленьким ребенком. Да, с маленьким ребенком, но стараюсь. Правильно питаться. Правильно питаться. Опять же, я не фанат, там, вот полностью исключить все и себе вот ограничивать, да, хочешь эту шоколадку, руки трясутся, но не возьму. Это то, чтобы был какой-то баланс. И действительно понять, для чего тебе это надо. Если ты, опять же, между знанием и осознанием, очень большая пропасть. Мы можем все знать, что, не знаю, там, есть гамбургер плохо, но только некоторые осознают, что этот гамбургер сейчас принес, ну, когда мы скушали, что он сделал для этого, для моего организма, да. Пользу он принес, либо, наоборот, вред. И вот так со всем. Если мы, допустим, будем кушать, там, эту шоколадку и думать, что она плохая, она мне, там, вред принесет, это так и будет. Если мы иногда себе это позволяем, это делать, то есть это нормально. Значит, что, сон, питание, уход за собой, я говорю, что нужно не наскоками делать, да, вот, там, раз в полгода я пошла на маникюр, сделала, или, там, на Новый год, когда очередь такая же записаться, нереально ни к кому, потому что все решили, что, вот, на Новый год надо быть красивыми, а потом дальше как-то так сойдет. Опять же, это может быть самостоятельно дома это делать, не обязательно тратить на это, там, очень много денег, да, но у вас должны быть ухоженные руки, ноги, волосы, да, легкий макияж. Когда, допустим, там, рождаются дети особенно, некоторые женщины настолько на себя просто забивают, нет времени, там, я не высыпаюсь, там, либо, да, это да, но ты-то в первую очередь женщина должна следить за собой. Элементарно душ, чистые волосы и легкий макияж, да, то есть это элементарно, это занимает минут 5-10-15 твоего времени на самом-то деле. Ну, очень многие просто, ну, как, прикрываются, да, там, материнством или занятостью учиться еще. Отмазка, да, грубо говоря. Что еще? Я считаю, что девушка красива та, которая живет в гармонии со своим внутренним миром. Когда ты делаешь то, что ты хочешь делать, а не то, что тебя заставляют делать. То есть, вот даже, посмотри на двоих девушек, они вот, да, красивые вроде все там, ну, у одной, одна занимается, например, не знаю, тем делом, которое ей нравится, вот на стилист, допустим, да, мне знакомы. Она этим горит, она постоянно что-то изучает, она это делает, у нее это классно получается, вот с этого зарабатывая деньги. И она красива в этом, то есть, она на нее смотришь, даже когда она особо без макияжа, а на нее глаза светятся, у нее внутренние как проявляются. А смотришь на другую, и она вроде тоже ухоженная, и вроде как-то некрасиво одета, но нету огонька в глазах, вот нету. Они просто, либо она переживает о том, что, ну, что-то не так, ей не устраивает, либо отношения не устраивают, либо что-то не то. Мы всегда можем это поменять. Почему многие жалуются, вместо того, чтобы брать и менять? Ну, что сложно. Сложно взять, встряхнуть и как-то поменять свою жизнь. Нам кажется, что все, ну, жизнь закончится, если там, не знаю, опять же, я не то, что я за развод, нет. Но если вы не можете что-то изменить, если вы очень долго находитесь в этих состояниях, из-за детей, из-за, там, не знаю, финансовых каких-то, да, вопросов, что связывает, вы либо меняете это в лучшую сторону, либо как-то решаете эту проблему, либо вы уходите и строите жизнь в другом месте. Зачем себя мучить, зачем и себя, и своего мужа, и детей, которые видят, да, как все плохо, дети не будут счастливы, если не счастливы их родители. У всех бывают, конечно, разные ситуации, да, не нужно сразу же перед первым все бросать и бежать. Нет. Но и нельзя позволять себе жить так, как тебе не нравится. Что еще по поводу красоты? Ну, опять же, банально, но пытаться найти наслаждение в каждом дне, пытаться делать что-то, что тебе нравится. Элементарно, там, знаю, посидеть, там, выпить чашечку кофе, там, в том месте, которое тебе нравится, или почитать кусочек какой-то книги, или, там, посмотреть какой-то, ну, не важно, то есть для каждого есть что-то, что ему нравится, что его заряжает энергией. А для женщины это очень важно, если женщина без энергии, если она только отдает, и нигде не восполняет, будет плохо ей, ее семье и всем вокруг. То есть нужно находить вот эти моменты и радовать себя, волновать. Известно, что вы еще и блогер, вообще, расскажите, как стать блогером, с чего нужно начинать, и вообще, как на этом заработать? Как заработать? В общем... Ну, с чего начать, главное. С чего начать, да. Ну, опять же, я начала, я очень, как бы, долго, вернее, в 2017 году еще мы с девочкой-подругой начали делать проект для женщин «Школа счастливых отношений». И в тот момент я начала писать много статей для этого проекта, да, по поводу отношений, и мы даже провели первый набор, но как-то так сложилось, что я сама тогда не чувствовала себя на 100% удовлетворенной, и мне шло вразрез, да, что я тут говорю теорию, а самой практики у меня самой особо нету. И мы этот момент как-то прикрыли. И, ну, я всегда, я всегда интересовалась этим, я всегда писала статьи, и я всегда на тему, там, отношений, уверенности в себе, поиска какого-то предназначения, то есть, грубо говоря, психология, да, там, психологии, но... И когда стал вопрос уже, вот, в прошлом году я родила, у меня еще там были другие совершенно проекты, которыми я занималась, мне захотелось именно как-то душевно реализовывать себя. Вот просто я не думала, там, о деньгах, там, или там, еще в каком-то там реализации. Я просто взяла и начала писать свои статьи в Инстаграм. Вот эти вот фотографии, и не просто, там, доброе утро или добрый вечер, хотя есть такие блогеры, опять же, то есть у каждого все по-разному. У меня это началось именно с статьей по поводу, там, как встретить свою любовь, как стать уверенной, как, там, улучшить отношения, как осуществить желания. Это вы все писали со своего опыта, да? Да, да, со своего опыта, со своих каких-то определенных знаний, ну, опять же, любая, любой человек, который что-то рассказывает, он в первую очередь берет это со своей жизни, со своей колокольни, грубо говоря, да? И с кем-то это совпадает, кому-то это подходит, кому-то это не подходит. Это нормально. Кто-то меня читает, и кому-то, ну, это не ложится, да, ему, допустим, непонятно. Это тоже хорошо. То есть у каждого своя жизнь, у каждого свой опыт. Но я заметила, что мой опыт и те знания, которые у меня есть, могут помогать другим девушкам. Почему нет? Я начала делиться этим. И сейчас тоже я стараюсь, раньше я чаще писала статьи, но во время конкурса у меня не было на это времени, к сожалению. Сейчас я сделала уже свой блог, чтобы не только в Инстаграме это делать, а на своем ресурсе, на сайте. Вот, и сейчас вот все свои статьи туда заполню, перелью, и можно будет все там читать, смотреть. То есть вы начали писать вот эти статьи, и у вас становилось все больше и больше подписчиков, да? Да, 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 да. Ну, опять же, конечно, это и важно, так как это Инстаграм, важны и фотографии, в любом случае, да. Но я знаю таких, ну, это, наверное, даже не блогеры, а инфобизнесмены, которые там не свои фотографии выставляют, а там картинки какие-то. У них тоже есть подписчики. То есть у каждого по-разному. Для себя я решила, что это у меня будет, вот мой Инстаграм-аккаунт, да, это не только полезность, но еще и я сама, да, то есть там есть и мой ребенок, там есть и мой муж, там есть и много информации полезной, да, и упражнения есть, но также есть и моя обычная жизнь. То есть и моим подписчикам интересно и одно, и другое. И конкурс красоты, да, как проходил, где что было, мы там прямые эфиры старались записывать, и, ну, чтобы люди как-то это видели, и кому интересно, могли на это посмотреть. То есть у меня такое, знаете, совокупности, как действительно, мамы, жены, личности, да, то, чем я занимаюсь, блогера, коуча, вот мой Инстаграм, это все вмещает в себя, мой блог, грубо говоря. Ну, кстати, это вам приносит какой-то доход именно, это ваш блог? Да, да, приносит, пока небольшой, потому что я только, буквально сколько, год, считайте, год я именно блогинг веду, так-так, интенсивно Инстаграм, ну, да, приносит. Можете именно дать какие-то, несколько советов мне, кто хочет начать именно? С чего начать? Первое, второе, третье, вот так? Просто начать. Я пока первую свою статью это выложила в Инстаграм, я, наверное, недели две ходила, и думала, боже, как это, тоже же у меня что-то есть, как это реагирует там эти? А потом я решила, что это мой, да, мой ресурс, моя страничка, я буду мне делать то, что мне хочется. И это будет людям либо нравиться, либо некоторым не нравиться, это нормально. И поэтому первый совет, просто будьте с собой. Нужно выдумывать, придумывать, смотреть. Да, вы можете проанализировать, например, аккаунты тех блогеров, которые вам нравятся, да, вот как они пишут, читать их какое-то, что они выставляют, какие фотографии делают. И первое время вы будете, ну, то, что копировать, ну, как-то делать как надо, да, под шаблоном, возможно, какие-то там, вот очень много есть Инстаграм-курсов, да, там, как это все правильно делать. Но постепенно вы будете приходить, ну, главное, говорю, главное делать, вот ежедневно делать, пусть это будет там не совсем там супер отлично, да, пусть это будет где-то плохо, да, кто-то так скажет, что это плохо. Но главное делать. И со временем, буквально пройдет месяц-два, и вы найдете свой стиль, свой стиль письма, да, свою тему, о чем вы хотите рассказывать, с чем вы хотите делиться. Но главное, не теряйте себя. Вот я, насколько я анализировала профили еще таких побольше, чем я, да, у которых там полмиллиона уже подписчиков, они просто рассказывают о своей жизни. Ну, просто делятся, да, своими фотографиями, своими эмоциями, и это людям интересно. Это людям интересно. Выше позитива, да? Да. Хорошо, спасибо большое за ответы и пожелания для наших читателей. Для ваших читателей, ну, наверное, все-таки... И для всех тоже. Для всех. Верьте в себя. Нет ничего невозможного, пусть я покажусь вам очень таким оптимистом, но это подтверждает все-таки моя жизнь, что возможно все. Если вы верите во что-то, если вы знаете, чего вы хотите, и самое главное, вы делаете действия, потому что очень многие стараются в этот момент как-то упускают из вида, если вы делаете действия, вы обязательно получите то, чего вы хотите. И я желаю вам всегда быть собой. Не играть, не притворяться, ну, не стараться под кого-то подстроиться, а действительно жить той жизнью, которой вы хотите, чтобы ваша жизнь была каждый день как праздник. И я верю и знаю, что это возможно. Спасибо. Спасибо.